Распределение ответственности приведет к тому, что никто из них на себя ответственность брать не будет. При кажущейся простоте выбора способов бурения, ой, я хочу артезианку, я хочу кессон, оптимальное решение может подобрать человек, который, грубо говоря, имеет опыт. Вы сами так просто не разберетесь. Сегодняшний фильм, вот цикл рассказов, посвященный характеристикам районов Московской области, в которых мы работаем, обеспечиваем водоснабжением частные дома. В сегодняшнюю очередь пришла Денцовскому району. Как характеристика район благополучный, то есть в любой точке района можно добыть воду. Как характеристика по количеству, количество любое. Как по качеству, вода неплохая, но присутствует, к сожалению, достаточно часто и растворенном соединении железа. То есть, по-русски говоря, железо беспокоит. То есть, по количеству можно взять сколько хочешь, железо предстоит делать им водоочистку. Очищать, ставить станцию обезжелезивания для эксплуатации дальнейшей. Вот. Район разнородный. Есть и глубокие очень скважины по 160 метров, с самого Денцова. Есть места, где можно взять из 30 метров скважины на песок. То есть, так вот общую характеристику дать тяжело. То есть, лучше обращаться по конкретной заявке. То есть, что я предлагаю. То есть, пришлите точку, если вам потребовалось водоснабжение. Как вас зовут, опишите задачу, мы вам подберем решение оптимальное. Так вот, в двух словах, ну что можно сказать. Там, где очень глубокие скважины, артезианские, по 160 метров, вокруг самого Денцова, то там же везде делается и скважина на песок. То есть, не так все страшно. Хотя бывает по-разному. Такую, в общем, характеристику дать району нельзя. Четкую, однородную. То есть, каждый случай должен быть более-менее индивидуальный. Потому что воды много, а выбрать получше, разброс по качеству и по стоимости достаточно большой. Что можно зато уверенно сказать, это по обустройству этих скважин. То есть, любые скважины, любой глубины, любой производительности, лучше делать с использованием скважинного адаптера. То есть, обустраивать их, насосное оборудование, автоматику делать посредством скважинного адаптера. Никакие кессоны лучше не делать. Потому что кессон, кроме недостатков, вам ничего не принесет. То есть, никаких плюсов относительно адаптера не существует. То есть, сначала были кессоны, всегда они совершенствовались, улучшались, улучшались, улучшались. А потом появился способ, который заметно лучше. Который надежнее, удобнее и ко всему еще и дешевле. То есть, обустройство посредством адаптеров, оно предпочтительнее. Во всех случаях абсолютно. Потому что можно уверенно по всему району сказать, где бы у вас скважина ни была, приоритет обустройство с адаптером против кессонов всяких. Район, так сказать, древний. Очень сильно уже застроенный к нашему 24 году, обжитой. Очень много, очень высокая плотность застройки. Очень дорогая земля. Земля ценная. Участки часто маленькие. Часто где-то вымученные, где-то бесценные порой участки. Очень видовые, красивые, но очень маленькие, с очень сложными подъездами. Поэтому одно из наших преимуществ – это отсутствие большой бурильной техники, буровой техники. Никаких зилов, камазов мы не используем. Это маленькая гусеничная, на резиновых гусениках буровая техника, которая позволяет бурить в данной ситуации скважины любой глубины, какой бы ни было. То есть ограничений ни по глубине, ни по типу скважины у нас нет. Проезд требуется всего полтора метра шириной. По дорожкам замечательно ездить, не повреждая ни дорожки, ни газоны, ничего. То есть ездить достаточно аккуратно. Площадка для работ нужна небольшая – 3 на 4 метра. То есть учитывая, что территория практически вся уже была освоена, выросли за эти десятилетия огромные деревья, кустарники, заборы, постройки дополнительные. Сами часто дома очень большого, ну, большой размерности места, как правило, нет. Все ухожено, дорожки, все всякие там ценные постройки, не знаю, как описать, но очень тесно. То есть район характеризуется, это не Клинский, да, это и не Сергиево-Посадский район, где огромные просторы, да, здесь, грубо говоря, все компактненько. Поэтому приоритет, опять-таки, на малогабаритной технике. Теперь очень важно, смотрите, скважину пробурить – пробурили, обустроить – обустроили. Но очень важный момент, практически вся территория, как бы природные источники, в Одинцовском районе все, как бы, присутствует растворенное в воде железо. Практически по всей территории требуется очистка от железа и марганца. Ну, это два похожих металла, соединения металлов в растворенном виде. Они, как бы, когда доокисляются, превращаются в рыжую ржавчину, и марганец, соответственно, в черную ржавчину, так, если по-простому. Плюс еще на глубоких скважинах присутствует сероводород, и все эти три загрязлителя убираются одним способом – аэрацией. Вот что объединяет весь район, то приоритетным способом химодоочистки в районе является аэрация. То есть, без нее, как правило, воду довести до качественного питьевого состояния, ну, скорее всего, редко получается, скажем так. Часто не получается. То есть, основной способ очистки воды в районе – это аэрация. То есть, к чему я все это работаю? Она, по большому счету, водоснабжение дома, она целостная. Ее ни в коем случае нельзя разделять на бурение, разрывать исполнителей. То есть, один бурит, второй обустраивает, третий делает водоочистку. Вот это вы в целую работу не соберете. Надо стараться, чтобы вся эта цепочка выполнялась с одним замыслом. То есть, хотя бы одна мысль, одна логическая связь, то, что мы делаем. Потому что при кажущейся простоте выбора способа бурения – «Ой, я хочу артезианку, я хочу кессон». Вы сами так просто не разберетесь. Оптимальное решение может подобрать человек, который, грубо говоря, имеет опыт, знает территорию, имеет доступ к информации о ранее своих выполненных работах, о химическом составе воды, о геологической ситуации этого района, конкретной точке. Для этого в Одинцовском районе предстоит обращаться напрямую. Присылайте точку на WhatsApp, и я буду подготавливать для вас решение. Особенностью нашей является то, что цены фиксированы. То есть, перед началом работ мы просчитываем вам решение, после этого цены не меняются. То есть, мы делаем целую работу, которая уже абсолютно точно просчитана по цене. То есть, еще очень важный момент – это водоотведение, канализация. Обычно все эти цепочки, добыча воды, обустройство насосного оборудования, водоочистка, канализация, они все связаны. Соответственно, сами мы канализацию не делаем, септики. Мы передаем одной единственной фирме, на которой у нас уже сработались, есть история взаимодействия, уже много лет взаимодействия. Мы отдаем фирме, которая занимает сток канализации, строяка. Все. То есть, соответственно, мы возглавляем всю эту цепочку, соответственно, дальше передаем нашим партнерам. Работы по канализации, по септику и так далее, по водоотведению. Почему нельзя разрывать работы на делить исполнителей, разрывать работы, разрывать ответственность? Потому что даже из этого, во-первых, невозможно найти крайнего. Нет понятия по ответственности, разделения ответственности. Если что-то пойдет не так, то вы потом… Все будут ни при чем. У всех все замечательно, но вещь не работает. И, во-вторых, это очень сложно взаимодействовать. То есть, вам предстоит сначала с одними сработаться, как-то дождаться, приедут, уедут, согласовать заезд, отъезд. Потом то же самое предстоит подсчитать, выбрать со вторыми и с третьими. И если все пойдет не так, а с огромной вероятностью все пойдет не так. То есть, там будет ошибок в море. Грубо говоря, распределение ответственности приведет к тому, что никто из них на себя ответственность брать не будет. Если вещь целостью не работает, все будут говорить. А это обращайтесь к тем, кто вешал насос. Тем, кто вешал насос и устанавливал водоподъемное оборудование, все будут говорить, нет, это скважина не работает. Если вдруг даже придется, а такое достаточно часто бывает, проводить какие-то рекламации, да, работает, скважина не работает, идет песок, надо будет что-то делать. А для того, чтобы провести работу на скважине, надо будет поднять насос. Кто это будет делать? То есть, когда целостный исполнитель берет всю цепочку сам, у вас один телефон, у меня не работает вода, да, у меня нет воды в кране, да. И дальше мы уже разбираемся, почему ее нет и кто в этом виноват. А мотивированно объяснить вам не получится, почему ее нет. То есть, то ли со скважиной что-то произошло, то ли с насосом что-то произошло. Возможно, даже часто человеку тяжело определить, что произошло, может быть, в системе водоочистки это не работает что-то. В общем, если вы в Одинцовском районе находитесь, то, пожалуйста, мы находимся, база наша находится недалеко от вас, нам близко добираться. Техника вся новая, современная, бригады все опытные, район знает очень хорошо этот. Если вам потребуется водоснабжение частного дома, обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok